МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. В студии Александр Базаров. Трудоустройство инвалидов, взыскание задолженностей застройщиков и ввод в эксплуатацию новых детских садов. Эти и другие вопросы обсудили на сегодняшнем совещании с руководителями ведомств. Подвели итоги прошедших праздничных дней. Более 400 мероприятий, посвященных Дню Народного Единства, прошли в Республике с 1 по 4 ноября. Митинги, праздничные концерты, фестивали национальных культур, литературные вечера и спортивные мероприятия. Программа была насыщенной. В рамках фестиваля состояла встреча главы Чувашской Республики с руководителями национально-культурных объединений и руководителями традиционных конфессий. А также гала-концерт творческих коллективов национально-культурных объединений, в котором приняло участие более тысячи человек. Праздники праздниками, но будничные проблемы требуют тоже своего решения. Детские сады, которые должны были быть сданы в эксплуатацию в сентябре, по-прежнему недостроены. И виноваты в том недобросовестные застройщики. Детские сады вводятся по зданию. И на сегодняшний день это направление закручиваем. Будем предъявлять претензии в основном также в судебном порядке, в добровольном пока не настроены. Застройщиков, не выполняющих работу в срок, надо наказывать неустойками, подчеркнул Иван Моторин. Еще одна социальная проблема. По статистике более 4 тысяч жителей Чувашии официально числятся безработными. Но ежегодно эта цифра неуклонно снижается. По итогам первого полугодия уровень трудоустройства Чуваш составил 87%, что обеспечило второе место среди субъектов Российской Федерации. В России это показатель равен 63%. Здесь лучшее муниципальное образование. Марпасадский район 98%, Алатрский район 97%, Маргаурский район 96%. Ниже средним, чем средним по республике, это города Канаш, Новочебоксарский, Чебоксары. Вплотную занялось профильное ведомство и трудоустройство инвалидов. За 9 месяцев текущего года рабочие места получили 710 людей с ограниченными возможностями. Лучшие показатели в Красночитайском, Шумуршинском и Красноармейском районах республики. Дарина Игнатьева, Надежда Якулева, Сергей Рябчиков, Республика. Правительство России распределило гранты общим объемом почти в 3 миллиарда рублей среди субъектов, чья деятельность органов исполнительной власти по итогам 2013 года получила высокую оценку. В этом рейтинге Чуваша поднялась с 20 на 14 место, за что получила премию в размере более 165 миллионов рублей. На видеоконференции с руководителями органов исполнительной власти глава Чуваши Михаил Игнатьев объявил, что на эти деньги будет построен детский сад в столице республики. На совещании обсудили и другие вопросы. Исполняющий обязанности министра строительства, архитектуры и ЖКХ Сергей Безруков доложил о ходе реализации мероприятий по электрификации новых улиц. В рамках республиканской программы за период с 2010 по октябрь 2014 года завершено строительство 217 объектов, подключены к сетям электроснабжения 147 и зарегистрирована в муниципальную собственность 110. Но сделано еще не все. По состоянию на 30 октября 2014 года остаются незавершенными 6 объектов. Это один объект в Маргаврском районе, три объекта в Канавском районе, два объекта в Красночитайском районе. Завершение строительства по ним запланировано в срок до 20 декабря 2014 года. Министр здравоохранения и социального развития Алла Самойлова рассказала о ходе проведения иммунопрофилактики гриппа. На сегодня привито примерно 20% населения республики. Все же у некоторых людей прививка вызывает опасения. На вопрос, стоит ли прививаться от гриппа, нам ответил главный иммунолог, аллерголог Минздравсоцразвития Чуваши Тамара Петрова. Смотрите программу «По существу» сразу после выпуска новостей. Митинг, крестный ход – особая культурная программа. Так столицы Чуваши отметили День народного единства. Красным днем календаря этот праздник стал сравнительно недавно, но у него давняя история. Мой коллега Дмитрий Ковалев узнал, какой смысл единства вкладывают молодые люди, политики и православные верующие. 4 ноября – особенный день для всей страны, ведь в нем объединилось наше прошлое и настоящее. Колокольный звон с башен Чебоксарского веденского собора известил верующих о начале крестного хода. По традиции, в этот день впереди несут Казанскую икону Божьей Матери и просят помощи у Святой Богородицы. Святая Богородица, спаси нас! По пути в колонну крестного хода вставали и прихожане других храмов. Было очень много детей и пожилых. Всем предстояло преодолеть более 4-х километров. Но вместе с иконами и молитвой, возможно, оселить и не такую дорогу, признаются люди. Символом единства Казанская икона Божьей Матери стала 400 лет назад. Именно с этим образом русские люди вошли в Москву, чтобы очистить город от поляков. Кто знает, что бы было сейчас, если бы тогда против врагов не поднялся весь народ. О единстве говорили и сегодня. В наше непростое время это слово приобретает особый смысл. Митинг на Красной площади собрал сотни человек, тех, кто неравнодушен к будущему страны. Да просто я поддерживаю нашу Россию. Я за ее страну, за нашу страну, за единство, за нас. Праздник всей страны. Единство. То есть сплачивает народ. В единстве наша сила. Об этом должен помнить и Старый Млад. В числе участников митинга политики, общественные деятели, спортсмены. Все говорили о сплоченности и преемственности поколений. Тот период, который мы переживаем, он достаточно не совсем простой. К сожалению, время такое, когда нужно объединение наших людей. Независимо от национальности, независимо от духовных начала, от какой-то церковной принадлежности, мы должны едины быть. Я думаю, что единство среди молодежи, оно у нас в крови. Просто нужно, я думаю, что больше молодежи объяснять историю возникновения этого праздника, откуда корни этого праздника идут. Потому что это всего лишь десятая годовщина. Единство народов – та мощная сила, которая помогает двигаться вперед. В республике, в мире и согласии всегда проживали представители более ста национальностей. От этого единства – наша созидательная сила. Я тоже пришел на митинг, не как глава республики, а просто житель. Я просто рад и горд за чувашки народ. Народный праздник – это еще и народные гуляния. Перед горожанами выступила известная группа «Здравствуй, песня». Причем старым хитам на площади подпевали молодые люди. Символом нерушимости большой страны стали в этот день шары цветов российского триколора, выпущенные в Чебоксарское небо. Дмитрий Ковалев, Андрей Спиридонов. Республика. Яркой приметой праздника стал фестиваль «Единая семья народов России». Он пошел в театр оперы-балеты и собрал представителей всех национальностей, проживающих в нашей республике. Единая семья народов России. Таким фестивалем Чувашия отметила День народного единства. В театре оперы и балета встретились представители всех национальностей, которые проживают в нашей республике. Традиционные ремесла, народная кухня, национальные костюмы. Участники фестиваля увидели яркий, многообразный мир людей, для которых Чувашия стала вторым домом. Для всех национальностей Чувашской республики, по идее, в России комфортно должно быть каждый день. А сегодня особый день. Мы, как мы сегодня, констатируем, подтверждаем, что Чувашские республики, все национальности живут комфортно, красиво, вольготно, от души. В первую очередь, это нужно для того, чтобы объединить всех нас в одну целую единую семью. И не только для этого. Это еще нужно для того, чтобы показать свой потенциал интеллектуальный, творческий, чтобы всей Чувашской республики. И еще хотелось бы сказать, чтобы вот эта энергия нашего фестиваля несла с собой добро, несла с собой мир. И чтобы наш мир был качественно мудрее и добрее. Интернационалистами назвал жителей республики президент Чувашского национального конгресса Николай Угаслов. Об их гостеприимстве знают далеко за пределами края. Чуваши, татары, русские, мордва, вот мы здесь, азербайджане, евреи, армяне, вот сейчас встретились, все обнимаемся. И каждый день же не видимся. И для нас встреча, этот праздник, на самом деле, хороший праздник. Фестиваль – это не только встреча друзей, теплые слова, подарки. Это еще и серьезный разговор об этноконфессиональных отношениях в республике. Как развиваются национальные культуры? Что способствует сохранению традиций и обычаев предков? Наконец, насколько тесно взаимодействуют разные конфессии? Ведь от ответов на эти вопросы, собственно, и зависит мирное сосуществование людей разных национальностей. Ежегодные социологические опросы, проводимые Чувашским государственным институтом гуманитарных наук по заказу правительства республики, свидетельствуют о том, что в республике преобладают уважительные настроения представителей одних народов к другим. Более 80% опрошенных положительно оценивают межнациональные отношения, что на 30% выше показателей в целом по Российской Федерации. Ну и какой фестиваль без гала-концерта творческих коллективов национально-культурных объединений? Ведь язык искусства понятен всем. Международный форум «Россия. Спортивная держава» стал уже историей. Его освещали десятки средств массовой информации. Сегодня в Доме правительства наградили самых активных и инициативных. В их числе и сотрудники национальной телерадиокомпании. Благодарности и благодарственные письма от двух ведомств Мининформполитики и Минспорта Республики – это хорошая оценка работы журналистов, операторов, режиссеров, системных администраторов, одним словом всех тех, от кого зависело быстрое и оперативное освещение главных событий форума. А их было немало. Материалы о визите президента страны, о заседании Совета по развитию физической культуры и спорта, пленарном заседании форума, выставке, Всемирном дне ходьбы ежечасно выходили в интернет-пространстве, в телевизионных и радийных новостях. И все это благодаря нашим коллегам и нам. Девять работников национальной телерадиокомпании также получили почетные награды. Ровно 80 лет назад на экраны вышел фильм, который до сих пор считается одной из лучших картин мирового кинематографа. Таким увидели легендарного ночдива братья Васильева, а следом за ним и весь советский народ. Актеру Борису Бабочкину удалось создать такой достоверный образ, что старики жителей Чебоксар, глядя на экран, вспомнили семью Чапаевых и заговорили о том, что камдив наш земляк. До сего момента считалось, что он уроженец Самары. Премьера фильма состоялась 5 ноября 1934 года в Ленинградском кинотеатре «Титан». Но «Титан» не справился с наплывом зрителей. Киноленту демонстрировали одновременно в нескольких залах. А в «Сатурне» Чапаева крутили ежедневно на протяжении двух лет. Идет отряд по ходным порядкам. Где должен быть командир? Впереди на лихом коне. Первый свой приз фильм Чапаев получил на Московском кинофестивале в 1935 году. Спустя 30 лет по итогам опросов мировых киноведов, включен в сотню лучших фильмов всех времен и народов. Кстати, политический деятель, чье имя проглядывает сквозь эти слова, посмотрел фильм «Чапаев» 30 раз. Братья Васильева и Борис Бабочкин получили сталинскую премию. Для Чуваши Чапаев один из главных символов. В его честь названы улицы, скверы, учебные заведения и даже промышленные предприятия. Чебоксарскому производственному объединению имени Чапаева исполнилось 73 года. Как праздновали день рождения завода в нашем следующем сюжете. Я же с вами прощаюсь. До свидания. У предприятия долгая и славная история. Первая страница – военная. Работники крепили оборону страны, выпуская зажигательные и осветительные бомбы, снаряды, дымовые шашки и многое другое. Работали день и ночь, понимая, как важна их продукция для фронта. Послевоенное время поставило перед коллективом новые задачи. Конструкторам и технологам пришлось заняться так называемой гражданской тематикой. Сделать это было непросто, но свою нишу на рынке заводчане все же нашли. Причем сделали это весьма ответственно, прекрасно осознавая, что репутация предприятия должна быть по-прежнему безупречной. Конечно, в послевоенное время завод дальше развивался. Он был конверсирован. Произошла первая так называемая конверсия завода. И завод приступил к выполнению других задач. В том числе, выпуская боеприпасы, начал выпускать товары народного потребления. Это игрушки резиновые, появилось резинотехническое направление. Дальше стиральные машины, пиротехническое производство, ракеты противоградовые, алазань. Сейчас завод один из самых динамично развивающихся предприятий. На нем трудятся около двух с половиной тысяч человек. И все они профессионалы своего дела, вне зависимости от должностей и статусов. На праздник пришли ветераны, молодежь, те, кто составляет костяк нынешнего коллектива. Воспоминаниям не было конца. В разные годы завод награждался различными ведомственными наградами. Деятельность предприятия отмечали Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, Министерство экономического развития Чувашия и органы местного самоуправления. На торжественном собрании самые лучшие работники тоже получили заслуженные награды. Лукину Борису Петровичу, мастеру по реконструкции энерготехнического оборудования. С таким коллективом можно покорять самые большие вершины. В этом году рост производства может составить до 40%. Но и это еще не предел. Ведь уже расписан портфель заказов на будущий год. И сформирован перспективный план до 2022 года. Работа предстоит большая. Я очень рад, что у нас коллектив очень крепкий, очень красивый, очень здоровый, очень работоспособный. Поэтому, дорогие друзья, я поздравляю вас с праздником. День рождения завода – это, можно сказать, наш день рождения, это наш дом. Дай Бог, чтобы у всех было все прекрасно, хорошо, чтобы было счастье, чтобы было здоровье. Чебоксарское производственное объединение имени Чапаева поддерживает многие социальные проекты. Он готовит себе будущие кадры и проводит повышение квалификации уже существующих. Поэтому коллектив всегда готов к пополнению их рядов. И, возможно, 74-й день рождения завода будет праздновать еще большее количество трудящихся. Мы вас еще вызовем на сайте.